здравствуйте уважаемые зрители слушатели и просто любопытные люди которые случайно оказались на этом канале и решили посмотреть что же тут такого происходит а мы продолжаем продолжаем нашу рубрику под названием комментарии и эти комментарии которые вы сегодня увидите относятся к одной интереснейшей теме которая затронула очень многих и вызвала 121 122000 просмотров из 400 лайков и 294 дизлайка 2303 комментария я думаю что цель появившейся рубрики под названием комментарий я бы сказал бы комментарий народа это позволить народу выразить свое мнение тем сюжетом тому материалу к тому обсуждение которое происходит на на экране и высказать то что не не были высказаны скажем участниками дискуссии и продолжить эту дискуссию уже на полях youtube канала политсигнал должна ли церковь быть бедной очень животрепещущая тема на мой взгляд очень важная и очень нужная сделана она по материалам радио комсомской правда где обсуждается эта тема с журналистом максим шевченко и отцом дмитрием смирновым ведущий роман голованов должна ли быть церковь бедной или без излишеств мне кажется отец дмитрий часто иронизирует особенно про свой майбах хотя ирония это не понятно и еще одно замечание такое граждане не употребляйте нецензурные выражения будьте корректны за матерщину комментарии будут удалены те которые я увижу желаю вам интересного просмотра участвуйте в комментариях и итак начинаем здравствуйте мои дорогие у нас сегодня очень непростая и сложная тема когда вышла прошлая программа мы с максим леонардовичем сидели здесь перерыве и заговорили о том должна ли церковь быть бедной и как-то не хотелось чтобы этот разговор остался только здесь в клуарах чтобы он был услышан только нами ну и я как эксперт тоже не особо поэтому позвали отца дмитрия который нам все подробно расскажет и объяснит вот вопрос такой а должна ли церковь быть бедной и должна ли церковь отказаться от своих богатств если эти богатства и как должен жить священник потому что вот только недавно всех была на слуху история когда один из даже монашествующих за священников уходил козырял в интернете такими шмотками дорогими от louis vuitton на не у каждого на такие деньги найдутся вот и мы сегодня поговорим подробно популярно возможно там вопросы будут какие-то детские наивные но прям сразу первый вопрос отец дмитрий на чем да и доехал батюшка к нам студия на какого цвета знаете такой горчичный а уже перекрасили до этого был фисташка а это но каждый год меня 8 800 200 ровно 97 02 вопрос для наших слушателей а как вы считаете должна ли церковь быть бедной и нужно ли церкви отказываться от своих богатств 8 800 200 ровно 97 02 также мы принимаем сообщение в ватсап и вайбер по номеру восемь девять шесть семь двести ровно 97 02 напоминаю что я роман голованов уже на на подъезде максим шевченко и у нас в гостях отец дмитрий смирнов отец дмитрий вот ром я все вопросы понял лишней информации не надо грузить прям начну сразу было время когда я учился в семинарии и так как при советской власти никаких книг по духовным вопросам по устроению там но духовной жизни не продавалась и в библиотеках не выдавали вот и я дорвался до библиотеки московской духовной академии и одна из книг которые прочел на толщиной так в три пальца практически руководство для пастыря и и там было написано что священник не должен жить богато он должен довольствоваться квартиры из восьми комнат и комнаты для прислуги на это достаточно как все мы живем ну я живу в три раза слабее в этом смысле поэтому вполне вписываюсь богатство церкви хорошая тема потому что наш народ советский его пафос жизни это зависть там грабь награбленная все время обсасываются чужие деньги у кого какая зарплата собственно это и есть был пафос революции которую народ не изжил для того чтобы поговорить о деньгах церкви очень удобно рассмотреть два объекта первый объект московский кремль смотришь золотые купола белый камень древнейшие иконы которым вообще цены нет ну и так далее перед посмотрим а это чье ни один храм в кремле не освещен то есть это принадлежит государство абсолютно более того чтобы там послужить по разрешению ну коменданты музея потому здесь дочка юрия сечи гагарина там директор она даже в некоторых храмах и не разрешает служить например 12 апреля в день космонавтики храм и аналит священка празднует свой престольный праздник там службы нет ну просто для пример вот поэтому музей говорит ограничивать количество посетителей и перед каждым богослужением а их всего около десятка в год на весь кремль мордюжина выпадает храм освещается кратким чином а потом опять там проходной двор музей вот сейчас поэтому вот возьмем храм а таких храмов много во многих кремлях они не являются собственно церковь она ведь богата переда возьмем второй объект мой приход мы сейчас очень многие храмы моего прихода у меня 9 храмов перевели в собственность церкви но наш приход получил их в руинах чтобы восстановить мы потратили сотни миллионов рублей которые мы собрали с наших прихожан и 30 лет мы восстанавливали а теперь наше государство радуется и даже дает нам грамоты на лучшее обихаживание территории но это нам не принадлежит я допустим напьюсь я выгоню придет другой священник он будет также пользоваться тем что я собрал отреставрировал развесил расставил и создал приход это не мою поэтому как церковь богата и потом церковь богата как угодно мы еще пока ничего не украли ни у кого ничего не отняли мы получили сначала в пользование а сейчас увидели как мы прекрасно содержим государственную святыню нам доверять стали славу но это до поры до времени скоро будущее нашей страны за исламом поэтому они все из этого все сделать хорошей мечети вот а нас подвинут скажут ребята все наше мы демократическим путем пришли к власти и это опять будет не наше вот все напоминаю что временное владение я роман главанов присоединился журналист максим шевченко макс минарич здравствуйте здравствуйте демитрий здравствуйте девяносто семь ноль два рад вас очень вопрос вопрос для наших слушателей должна ли церковь быть бедной макс я рассказал как эта история родилась здесь как раз в этой же студии ну смотрите роман он сам по себе просто абсурдный потому что если смысл церкви есть спасение христианское и уподобление христу христос богатым не было естественно христос был человеком который мог отдать все свои деньги тому кому это было надо и он в этом не нуждался совершенно как как апостолы тоже были людьми не богатыми некоторые из них были из бедных семей как апостол пётр или апостол андрей там рыбаками некоторые наверное были из богатых семей отец димитрий лучше меня это знает прекрасно я еще очень происходили что христу принадлежит вся вселенная ну отец димитрий это все таки как бы метафизический аспект а мы говорим о аспекте социальном в социальном аспекте христос точно не был накопителем денег накопителем сокровищ он давал нам пример это да более того он сказал что скорее верблюд пройдет через игольное ушко чем богатый войдет в царстве небесное это я где-то читал да это в евангелии он вы читали отец димитрий поэтому у христа как говорится на этот счет было да и собственно как не у более того он сравнивал там значит фарисеев и садукеев и с гробами помните гробами навапленными там и в общем украшениями там и так далее в общем снаружи украшена внутри полны всякой нечистоты снаружи украшена внутри полны всякой нечистоты я ужасно люблю отца димитрия много лет знаю отца димитрия просто каждый раз общение с отцом димитрия для меня это огромная личная и духовная радость поэтому в данном случае мне кажется что вот моя позиция такая этот же вопрос он ведь не сейчас возник этот вопрос возникал на всю истории церкви когда она стала по крайней мере со времен константинового эдикта государственным институтом и получила возможность легально накапливать богатство монастыри накапливали богатство храмы накапливали богатство епископы на говору и всегда возникали в церкви движения опрощения лаларды в католической церкви франции скассийский вот поэтому в истории церкви всегда были движения и в истории европейской западной церкви в истории восточной церкви которые призывали к о прощении. В истории православной церкви это и египетское монашество, это и заволжские старцы, нестяжатели. Даже в истории русской церкви было два течения монашеских. Это нестяжатели, символом которых стал преподобный Нил Сорский, и осифляне, символом которых стал Иосиф Володский. Осифляне, как известно, говорили, что большие монастыри, подобные крепостям, там, владеющие многими землями, крестьянами... Но он и кормил крестьян. Да, это основное кормление последователей нестяжателей говорили о том, что да нет, монахы должны уходить в пустыню, молиться, спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Мне кажется, что здесь и в христианстве тоже есть два образа. Есть образ Марфы и Марии, да, хлопотунья Марфа и Марии, и ни одна из них не хуже другой. Хотя Христос, как говорится, на Марии обращал чуть больше внимания. Две руки одного служения. Да, вот. Но что, ну вот о чем надо поговорить обязательно. Дело в том, что в церкви, так как это церковь, даже согласно законам светского секулярного государства, это по большому счету юридический субъект, который имеет право собирать средства граждан, добровольные пожертвования, или заниматься коммерческой деятельностью, продавая разного рода услуги, которые граждане воспринимают как услуги. Я перевожу на современный язык. И какие проблемы в том, если люди и идут в храмы, и платят, допустим, за требы добровольные деньги, правда, или покупают иконы. Это что, это поставим вину, что ли, церкви? Если люди сами жертвуют, допустим, исходя из своих внутренних позывов на храм... А позволь не всегда, Максим. Вот у нас в приходе все требы бесплатные. Я знаю, Тесдимитрий, и так и в греческих церквях, и в арабской церкви, и в сербской церкви. Вы прекрасно знаете, везде в мире ты приходишь, и у тебя нету обязательно... Ты просто можешь взять свечку, а потом, если тебя, ну, как бы сердце велит, положить деньги. Так это нормально абсолютно, и так я знаю, что у вас так всегда тоже в приходе. Но возникает вопрос другой. Ведь люди считают, что церковь получает доходы не только от людей, но от государства. Вот я бы поставил вопрос так, а должно ли государство финансировать церковь, не ставит ли ты церковь в зависимости от государства? Я отвечаю так. Ну, на Западе так. Ну, не совсем так, Тесдимитрий. Ну, все-таки священники государственную зарплату получают. Не во всех странах. В Бельгии, допустим, священники получают зарплату. А в Италии разве священники получают зарплату от государства? Получают. По-моему, все-таки им платит католическая церковь там зарплату, а не государство. Там есть разные категории. Есть разные категории, совершенно верно. А так, дело в том, что ни одна церковь, она не может содержать храмы. Ну, например, мы не можем в московской патриархии содержать храм Христа Спасителя. Половина что-то вносит в церковь, а что-то вносит в государство. Это общее достояние. То есть, переходя на современный юридический язык, мы фактически выходим в нормальную ситуацию, это было бы частно-государственное партнерство между, условно говоря, общественной организацией с правом коммерческой деятельности, которая называется Московский патриархат Русской Православной Церкви, и государством, допустим, мэрии Москвы. Частно-государственное партнерство. Мне кажется, что у людей возникают вопросы, в первую очередь, из-за нерегулированности вот этих юридических финансовых отношений. Да и неграмотность простая. Неграмотность. Людям кажется, что церковь за пять лет могла построить такую грандиозную доминанту в нашем храме, но это нереально. Но возникает вопрос другой, отец Демидов. Да. Я об этом говорил часто покойный патриарх, святейший патриарх Алексей, что есть священники, которые на самом деле, ну, ездят, живут в роскоши, и непонятно на каких основаниях. За счёт друзей. Ну, отец Демидович, вот я считаю, что это... Потому что доход такой в церкви нельзя организовать. А вот я не знаю, что это... Вот мне кажется, что здесь должна быть церковная монашеская дисциплина. Когда монах ездит за рулём на машине стоимостью в 6 или 8 миллионов рублей, мне представляется, что это просто должно породить нового Франциска Осисского, нового Сергия Радонежского, который придёт и скажет ему, пошёл вон отсюда. Ты таких много видел? Я видел немало. Вы меня знаете, отец Демидович. Я знаю. Я изнутри жизнь очень хорошо знаю патриархии московской. Я таких видел немало людей. Сцепится сообщение. Вот, допустим, прям первое. У нас в селе батюшка ездит на последний Санте-Фе с номерами 777. Я знаю сельских священников, не только сельских. Это точно подарок. Нет, нет. Дело не в этом. У всех, кого красивые номера, это значит, некий бизнесмен решил поменять машину и батюшке дал со своими номерами. И он... Обычно это молодые священники, но им хочется почувствовать себя на хорошем мустанге. Вот. А так... Отец Демидрий, здесь есть всё-таки нюанс, понимаете? Может быть, многие люди до конца этого не понимают. Нюанс очень простой. Если церковь – это дисциплина... Не надо сеять соблазн. Вот, отец Демидрий, вы совершенно правильно говорите. Христос сказал, должно прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят. Поэтому тот священник, который, ну, по-разному, не будем осуждать, вот он вот оказался в такой ситуации. Он согрешает перед Богом. Ну, он согрешает перед Богом в личном смысле, но в общественном он, безусловно, роняет тень на церковь, отец Демидрий. Да, не по синьке шапка. Но, отец Демидрий, вот люди видят таких священнослужителей... Люди видят, люди вообще очень много видят, и часто не то. Ну, а иногда видят то. Вот, поэтому, конечно, он, ну, надо подойти и сказать, Федя, ты не прав. Так кто ему скажет-то, отец Демидрий? Как, для этого есть архиерей. Ну, а мы что, не имеем права говорить, что ли? Мы вот... А мы умеем вообще. У нас... Кто-то нам временно отпустил свободу слова. Мы что хотим-то? Ну, так это разве плохо, отец Демидрий? Так, а я разве говорю? Благодаря свободе слова ваши прекрасные проповеди слышны миллионам людей. Я же даже участвую, видите? Конечно, вы являетесь одним из активных, как раз, тем, кто продвигает свободу слова, я считаю. Я знаю, я поэтому всегда пришел, чтобы, может быть, что-то кому-то... Давайте дадим свободу слова нашим слушателям, потому что у нас сейчас просто два звонков. Я напоминаю, что в студии я, Роман Голованов, журналист Максим Шевченко, протеерей, отец Дмитрий Смирнов. Нам Алексей из Краснодара дозвонился. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. Должна ли церковь быть бедной? Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Я не совсем из Краснодара. Я из Краснодарского края, буквально 30 километров от Краснодара, Северский район. Вот хотелось бы что сказать. У меня три буквально 20-секундные истории из личного... Прям одну давайте, прям одну и очень быстро. Ну, просто они взаимосвязаны. Понимаете, дело в том, что в городе Краснодаре есть храм, допустим, Рождества Христова, на котором висит баннер. Именно вот раньше висел баннер. Уважаемые прихожане, не забывайте, не забывайте жертвовать на нужды церкви. Это первое. И второе. Я крестил своего сына. Я объездил 8 церквей нашего района. Вот он достаточно большой. 8 церквей, где мне говорили, вы знаете, у нас такса от 3,5 тысяч рублей за крещение, за обряд крещения. Плюс вы должны купить то, сё, пятое, десятое, и церкви в дар принести полотенце или там еще что-то. Алексей, спасибо большое за эти истории. 8 800 200, ровно 9702. Отец Дмитрий, а как быть в таких случаях? Потому что это во многом людей пугает, отталкивает. Очень просто. Очень просто. Позвонить мне. Я оплачу билет до Москвы. Крещу бесплатно. И еще дам на обратную дорогу. Все. Много раз говорилось на, вот я помню, святейший патриарх Алексей, тоже упомяну, на московском апархиальном собрании. Говорил, что брать деньги за крещение безнравственно просто. Нет. Что значит безнравственно? Это же речь, он как говорит. Ну, таксу. Напоминает. Ну, вот смотрите, отец Дмитрий, допустим, человек решил креститься. Таксу в церкви вели не мы, а большевики. У большевиков уже давно нет, отец Дмитрий. Дополна. Потом, какие там большевики, что вы рассказываете? Какие? Очень довольно противные. Хорошо. Вот у человека нету трех с половиной тысяч рублей, а он хочет креститься. Я не знаю ни одного священника, к которому пришел человек, сказал, я бедный. Хочу принять святое крещение. Ну, наверняка один найдется. Вот и все. Поэтому, нет, я просто считаю, я вот считаю, моя позиция, что за таинство брать деньги просто нельзя. Да нет, что значит брать деньги? Это же не торг. Человек хочет жениться, заказывает себе Бентли этот самый. Отец Дмитрий, как таинство могут продаваться? Да при чем тут таинство не продается, это вообще. Не, ну как, ну вот есть, допустим, есть ресурант там, понимаете, там крещение столько-то, там венчание столько-то. Когда продается антураж, все, что вокруг. Тогда может от антуража отказаться, может тогда перейдем к сути вопроса. Вот, вот, вот. Если человек хочет креститься, может тогда ему не надо, как говорится, вот этого всего, понимаете, в этих шикарных рамках. Мы получим сразу после короткого перерыва, отец Дмитрий, заготовьте ответ. Да все готово, 30 лет. Вы прослушали примерно половину дискуссии. Давайте попробуем подвести ее некоторые итоги. Я не хочу никого защищать и говорить о том, что шутил протоиерей Дмитрий Смирнов, отвечая на некоторые вопросы, или не шутил. Наверное, нужно было бы быть посерьезнее, а не троллить. Но что сказано, то сказано. Итак, что мы видим? А возникают такие вопросы. Первый вопрос, я мог бы выделить такой. Должен ли священнослужитель жить как все? Или хуже всех? Или лучше всех? Что ему делать с подарками? С золотыми часами? С золотыми цепочками? С подаренными машинами? Пользоваться или не пользоваться? Продать? А деньги раздать прихожанам? Пустить их на благотворительность? Это вопрос каждый решает сам для себя. Как решит человек, так и поступит. Это весьма сложный вопрос. А на самом деле, это испытание. Это искушение деньгами. Иисус Христос в этом вопросе поступал однозначно. Он изгнал торгующих из храма и рассыпал их деньги. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда и дом отца моего не делайте домом торговли. Увидев это, начальники храма пришли в ярость. Вот такая вот вкратце история описана в Евангелии. Ничего не напоминает? Будет еще один вопрос, но его предлагаю обсудить в конце всей дискуссии. Итак, продолжаем. Отец Дмитрий, вот мы остановились на том, продается ли таинство крещения для людей. Ну, разумеется, нет. Это вещь-то такая совершенно неощутимая. Это не может продаться, даже если кто очень захочет. Всякие спекуляции возможны, ну, на всем. Там я недавно спросил человека, ну, чем ты торгуешь-то? Он говорит, воздухом. Ну, вот, воздухом даже люди торгуют. Торгуют всякими чарами. Торгуют, ну, звездами. Вот в той звезде завтра деньги привалят. Потом торгуют телевизионным эфиром. Всякую мерзость показывают. Люди смотрят, не могут оторваться. Рекламу вставляют, деньги получают. Ну, а таинство как? Ну, то есть, отец Дмитрий, то есть можно приходить в церковь, я помню, неоднократно об этом говорилось, креститься, если у тебя нет денег, креститься бесплатно, а потом ты можешь пожертвовать, если захочешь. И многие люди еще будут предлагать, допустим, священник, священники будут отказываться и говорить, пожалуйста, венчаться бесплатно, не считая тех затрат, которые тратит просто храм, потому что, на самом деле, ведь надо понимать, во время таинства венчания, свечи, ладан, там, я не знаю, благовоние, в конце концов, работа певчих, которые могут быть. Электричество, то есть есть определенные затраты, которые идут в процедуре. Ведь он тратит на автомобиль. Да. Я-то считаю, отец Дмитрий, если уж мы говорим совершенно серьезно, то мир ушел от средневекового некого такого понимания этого в современном. Церковь должна быть адекватна той эпохе, в которой мы живем. Вот вы, наверное, неоднократно бывали в Америке, там бывали в православных американских приходах. Четыре раза бывало. Четыре раза. Вы прекрасно знаете, что, на самом деле, священник в приходе является, как правило, наемным лицом, которому нанимает община. Все работают на светской работе. Все работают на светской работе, он работает по найму, служит, а собственником имущества и земли являются те, кто жертвует деньги, то есть община. Да. А в России, как отец Дмитрий, собственно, всего является московская патриархия. Ну, можно так сказать. Устав Русско-Православная Церковь, собственностью всей недвижимости, земли, является московской патриархией. В данный момент таким образом, да. Правильно. И в этом... Ничего, чтобы... Потому что любая община может сдуреть и захотеть перейти в... А любой... Точно так же любой священник или некоторые епископы могут сдуреть. Но... Отец Дмитрий, не хочу просто распространять как бы церковный суд. А если община перейдет куда-то в другую, она станет вдруг раз и станет эгоистами. Отец Дмитрий, церковный суд – вещь, явление, знаете, редкое в нашей жизни. И, как говорится, как правило, все-таки церковь, помимо всего, еще и бюрократическая система. Ну, как всегда, как без бюрократии. Есть, допустим, пастырь добрый и мудрый, как владыка Ивеналий, да, который... Священников, которые там взлетали высоко или что-то делали, он их по-отечески как бы осаживал сам, не доводя дело до суда. А видал я в своей жизни, да и вы видали и священников, и епископов, которые, на мой взгляд, позорили просто сам. Но они... Потому что кому-то это было выгодно этому, это было выгодно этому. Они оставались, переводились с кафедры на кафедру и так далее. Это несколько мы уходим от темы нашей. Но проблема просто в том, что верующие, на самом деле, по структуре современной церкви, никак не влияют на ситуацию в церкви. Никак не влияют на имущество священников. Никак не отчитывается, никто не отчитывается напрямую перед верующими в том, куда откладываются деньги. Система, ну вот, например... А почему она должна быть такой, отец Дмитрий? По православию, там епископ распоряжается вот имуществом, финансами, но он отчитывается перед общиной. Когда бы сегодня раз отчитывался, был финансовый отчет. Потому что у нас в церкви не либеральная интеллигенция всем правит. Причем тут либеральная, это пастырские правила, святоотеческие правила. Перед приходом надо отчитываться во всех средствах, отец Дмитрий. И это не либерально, это апостольские правила. А мы отчитываемся ежегодно перед всей общиной. Нет, вы отчитываетесь лично, потому что вы не либерал, но вы человек вполне демократических взглядов. Это другое дело, это личное убеждение. Но мы отчитываемся перед святейшим патриархом, перед благочинным. А почему церковь не может открыто публиковать финансовый отчет о том, сколько получено денег, куда они инвестированы, сколько потрачено на реставрацию, на зарплату и так далее? Я могу сообщать, вот мои два детских дома, они мне обходятся миллион рублей. Отец Дмитрий, это вы, к вам никаких вообще вопросов нет. А почему? Ни к вам, ни к вашему приходу вот здесь вот неподалеку, понимаете? Нет, отец Дмитрий, вы это священник Дмитрий Смирнов, протеерей, любимый, уважаемый многим. А церковь, это кроме вас еще там сколько, 50 тысяч там приходов по стране, я не помню, сколько их там, понимаете, там и так далее. Вот у меня вопрос, почему общество... У нас меньше 30 тысяч. Нет, смотрите, отец Дмитрий, в Российской Федерации есть общественная организация, занимающаяся коммерческой деятельностью, которая оборачивает, которая является крупнейшим землепользователем, крупнейшим держателем недвижимости. Это русский православный церковь, я имею в виду. Это было так. Это сейчас так. Я считаю, что это правильно. Вы поймите меня дальше. Огромные деньги оборачиваются внутри церкви. Почему нельзя публиковать, как всякая публичная корпорация, отчет перед обществом? А какое общество имеет отношение к церкви, когда это общество, оно совершенно безбожное? Отец Дмитрий, вы говорите... Да никогда не. Я много раз говорю, что 80-й святейший патриарх Кирилл говорил, что у нас большая часть православных. Хотя перед большей частью надо отчитываться, отец Дмитрий. Спокойно. У нас 84% крещенных людей. Так вот надо перед ними отчитываться, это же большое число людей. У меня есть любимый список крещенных людей. Гитлер. Отец Дмитрий, пожалуйста. Сталин. Берия. Ну не надо заниматься, отец Дмитрий. Ну при чем тут? Ну почему мы должны? Они что, в церковь что-то принесли, что ли? Сталин точно принес. Сталин восстановил церковь, восстановил патриаршество и сказал патриарху Илье, меня боишься, а Бога не боишься? Когда патриарх Илья к нему пришел в штатском на встречу в 43-м году. Сталин в 43-м году, когда... Поэтому давайте Сталина оставим в стороне, отец Дмитрий. Нет, Сталин это наш, как называется, вождь. Так вот, он в 43-м году перед коренным перелом понял, у него остался еще один аргумент. И он закрыл союз воинствующих безбожников. Он это сделал вынужденно, а не по любви к Богу. Мы не знаем. Чужая душа потемки, отец Дмитрий. Я все знаю, потому что... Ну вы что, его духовником были, что ли? Иосиф Виссарионович Сталин? Родился при Сталине, конечно, но я был очень мал. Так вот, он, когда стал соревноваться в 43-м году с Гитлером, он удалось ему открыть только 6 тысяч церквей. А Гитлер уже на оккупированной территории открыл 10 тысяч. Так что Сталин в социалистическом соревновании по дарованию свободы церкви проиграл. Гитлеру. Это статистика. Отец Дмитрий, это неправильно. Вы говорите неправильные вещи, простите сейчас. Действовали только... Гитлер пришел на нашу сторону. Сталин церковь открывал не в Германии. Я знаю, что Гитлер сюда вторгся. Поэтому говорить, что Гитлер открыл, это неправильно, отец Дмитрий. Извините, потому что нацистские войска сюда вторглись и использовали в пропагандистских целях. Вот, и Сталин тоже использовал. Нет ничего подобного. Но сейчас не хочется уходить в историю совсем. Можно зачитать пару сообщений из WhatsApp? Отец Дмитрий, к вам вопрос. Платит ли сегодня церковь налоги или же нет? Мы платим налоги на зарплату, не платим на землю. А почему, кстати, отец Дмитрий? А потому что эта земля... Во-первых, у церкви было земли, ну, примерно в 10 раз больше. Это все отобрано безвозбранно. Нет, а вот я не понимаю, почему вы не платите налоги на землю? А у нас нет на это средств. А у нас есть средства платить налоги на землю? Я не знаю. Мы тоже вот православные. Тут вот, Ром, ты православный? Нет, православный. Нет, я православный. Давайте тогда мы тоже, давайте тогда все православные не будем платить налоги на землю. Я плачу за свой домик в деревне. Я плачу. А почему вы не платите вот за ваш прекрасный храм и за землю в Петровском парке? Да, потому что нас освободили от этой... А американская церковь платит за землю налог православный? Не могу знать. А католическая церковь в Италии или во Франции? Не знаю, не изучал. Так мне кажется... У них тоже своя система налогов с поощрениями в Италии. Нет, я, почему мы должны действовать? С огромными поощрениями. Я считаю, что никто в современном обществе не может быть свободен, освобожден, если он не несет каких-то специальных социальных накрусок там и так далее. А что ты так считаешь? Поехали дальше. Ну, отец Дмитрий, нет, ну почему? Нет, мы так не поехали. Допустим, вот я считаю, допустим, что если люди осуществляют социальное служение... Нет, Максим, я записался. Ты так считаешь. Нет, почему церковь не платит налоги? За что? За землю. А кто за то, что мы восстановили на свои деньги храмы по всей России? Это кто нам заплатит? Отец Дмитрий, до 1917 года ни один храм не принадлежал церкви. Он принадлежал к государству, поскольку церковь была до февраля 1917 года, пока Карташов не стал министром там религиозным. Только Петра, который грабил церковь. Какая разница? Вы славили государя императора? И Петра славили, и Елизавету славили, и Екатерину славили. А если я кого славлю, меня можно грабить. Нет, ну почему тут грабить? Это что? Это было государственное имущество. Она секуализировала землю, она закрыла монастыри, она запретила... Отец Дмитрий, моя позиция следующая. Публичные финансовые отчеты церковь должна пройти. Повторяться не будем. И если, допустим, какой-то приход не истет социальную какую-то нагрузку, а обслуживает дома презрения, бедных, больных и так далее, то платить не надо налоги или какие-то должны быть сходы. Я не считаю, что у вас должны быть преференции по отношению ко всем остальным слоям общества. Ну не считаешь, не надо. Почему это так должно быть? Я не могу понять. Ну не надо. Давайте обратимся к нашим слушателям. Напоминаю, телефон прямого эфира 8800 200 ровно 97 02. Должна ли быть церковь бедной? Максим Шевченко, отец Дмитрий Смирнов, я Роман Голованов. Константин из Пермского края. Вы в эфире, у нас меньше одной минуты. Здравствуйте, вы совершенно правы, что церковь должна быть бедной. Мы не утверждаем и спрашиваем. Я не считаю, что церковь должна быть бедной. Я за то, чтобы каждый человек получал столько денег, сколько он зарабатывает честным образом. Если вот популярный священник, отец Дмитрий Смирнов, к которому многие люди идут, и как бы просят, батюшка, возьмите, пожалуйста, на храм. Почему отец Дмитрий должен отказываться? Кстати, да, ваше мнение. Я вот совершенно не считаю, что бедность это обязательно условие. На мое мнение следующее, просто церковь превратили уже в коммерческую структуру. И это тоже есть. Как я в церковь, я сказал, батюшка, скажите, пожалуйста, вот у меня нет денег на свечки. Что мне сделать? А мне батюшка сказал, а вы дома сделайте, пожалуйста, свечу. Константин, откуда у патриарха дорогие часы, богатая дача и яхты? Я не знаю, но я думаю, патриарх такой человек, которому дали. Вот у меня очень дорогие часы. Мне подарил посол из Швейцарии, мой друг. А, это серьёзно дорогие часы? Я просто не разбираюсь. Я не знаю, но они швейцарские, ходят вообще, я уже 20 лет, а уж патриарху каждый считает своим долгом. Я думаю, патриарх даже в часах не разбирается. Вот, а то, что журналисты из этого делают, что-то... Отец Дмитрий, вот, допустим, для госслужащих в нормальном государстве, я не беру современную Российскую Федерацию, есть совершенно ясная норма, какого рода подарки могут принимать госслужащие. Свыше определённого значения, значит, госслужащие обязаны или не принимать, либо, значит, сдавать там на... Ну да, да, это я слышал. Но так как церковь, это не государственный... Отделённый от государства. Да, это, может быть, внутренние какие-то правила, внутренние нормы. Я, например, тоже считаю, что патриарх не должен ездить под охраной ФСО, Федеральной службы охраны. А это он лицо по закону, закон утверждён даже президентом, Советом Федерации, как лицо особо охраняемой государства. Он бы рад один на рыбалку съездить, ему никто не позволит. Он охраняющий, потому что он в таком... Это очень раздражает людей, отец Дмитрий. Бедненький, надо выпить святой воде. Нет, нет, это не меня раздражает. Я вам рассказываю, как журналист, что многих людей это раздражает, отец Дмитрий. Так в нашей стране взять, допустим, Быкова, его тоже много чего раздражает. Отец Дмитрий, то есть люди плохие? Нет, люди хорошие. Так я вам говорю, что, может быть, здесь как-то... Они раздражительные. Поскромнее, поскромнее себя вести. Очень раздражительные. Но ФСО – это не объект раздражения, это объект неудобства. Но вот в самом начале программы отец Дмитрий сказал, что это дело зависти. То, что это дело зависти советских людей, воспитанников Советского Совета. Нет, в чём тут советских людей? А до Российской империи, что Василий Рознов, который написал «В тени церковных стен», он что, был советский человек? Понимаете, его жёсткая критика церкви, синодальной, была такая, какая не снилась в советское время? Нет, в синодальной церкви были свои грехи. Что там, Лесков, он что, советский человек, что он был с его мелочами архиерейской жизни или с соборянами? Он не советский был, но он был обыкновенный интеллигент-рационалист. То есть вам нужны необыкновенные интеллигенты и рационалисты. А мы, интеллигенты-рационалисты, уже, как говорится, не годимся, получается. Нет, годимся, но так, второй сорт. Ну вот, отец Димитрий. А мы не хотим быть вторым сортом, мы-то себя не считаем вторым сортом. Мы-то себя считаем, как говорится, людьми, ищущими, заблуждающими, находящими. А что, второй сорт – это нормально? Ничего не нормально, отец Димитрий. Да посмотрите, что в магазинах продают. Нет, отец Димитрий. А ситрина, как известно, бывает первого сорта, а он же последний. А если вы людей записываете каких-то во второй сорт, которые, как говорится, не согласны с вашей позиции, с позиции церкви, мне кажется, это неправильная позиция. А вы перегириваете, тра-ля-ля. Ну, вы сами сказали, интеллигенция – это второй сорт. Нет. Там рационалисты, интеллигент-рационалисты – это второй сорт. Мне кажется, это неверно, отец Димитрий. Отмотаем плёночку, там всё написано. Отец Димитрий, вопрос из чата, а был ли беден Христос, и принадлежала ли Христу его рубашка? Ну, я думаю, да. Он в лизинг не брал. Но это вопрос во многом о том, что почему, допустим, современное монашество, современная церковь не подражает Христу. Разное монашество есть. Я бы тут не обобщался. Нет, подражает, но у каждого человека разное служение. У предыдущего папы был папа-мобиль. У современного папы он от папа-мобиля отказался бронированного. Но зато его охрана стала стоить дороже на 10 миллионов в год. Вот, собственно, может быть, это никого так не раздражает, как папа-мобиль такой дорогой. Но это обошлось казне Ватикану дороже. Поэтому могут папу-то убить в наших условиях, и это возможно. Понимаете? Поэтому у нас тоже охрана патриарха, вернёмся на секундочку, это тоже слишком большие риски. Вообще патриарх нам очень дорого. А чего это монах боится смерти, отец Дмитрий? Что его убьют там или не убьют? Я вот понять не могу. Максим, ну чего пиздёшь? Я боюсь, а не монах боюсь. Чего он боится, отец Дмитрий? Вы человек добрый, хороший. У вас как бы свои отношения с Господом будут ясны. Я боюсь за патриарха. Я боюсь. Я хочу, чтобы он жил долго. Это русский гений, который Бог нам послал в тяжелейшую эпоху. Отец Дмитрий, мне кажется, что мы немножко ушли от темы церкви, от темы бедности и богатства. Всё-таки если вернуться... Да это что такое, прям важная такая тема? Да для меня это вообще браку. Потому что она общественно обсуждаема. Знаете, отец Дмитрий, на протяжении всей истории, вот я сказал, Константинова Эдикта, когда церковь стала частью государства, в народной культуре раннего Средневековья, позднего Средневековья, нового времени обсуждается эта тема. Она обсуждается на разных уровнях, в народных сказках, в классических произведениях, в произведениях великих писателей. В Декамироне. В Декамироне, не знаю, там в Рейнике-Лиз. Она обсуждается у Фомы Аквинского, она обсуждается у Блаженного Агустина, она обсуждается у отцов церкви. Поэтому, как вы нам говорите не обсуждать эту тему, когда она сопровождает всю историю христианства? Есть тема важнее. На нашем земном шаре каждые пять минут убивается христианин в разных странах. Ну, для меня разницы нет, отец Дмитрий, христианин или убивается мусульманин, или буддист. Его убивают за то, что он христианин. Каждого человека за что-то убивают, отец Дмитрий. Каждого человека убивают за то, что он является тем, кем он является. Тутси убивали за то, что Тутси, а Хут убивали за то, что Хуту. И мы не считаем, кто из них христианин, кто язычник. Тутси и Хут – это сказка. Как это сказка? Полтора миллиона человек было убито, отец Дмитрий. А здесь, здесь убивают только за то, что ты исповедуешь Христа. Вот, вот это тема. Отец Дмитрий, мы сейчас не обсуждаем эту тему. Беусловно, жалко, когда убивать людей. Но я еще раз говорю, что претензии к жреческому сословию по поводу того, что оно злоупотребляет своим богатством, это было и во времена Клюнийской реформы, это было во времена в X веке, в XI, в XII, в XVII, в XVII, это было в русской. Максим, я рад твоей начитанности. В немецкой, в итальянской культуре. Так, а что вы говорите, что это не проблема, когда это проблема? Люди задают вопрос, если Христос был бедный, почему остальные богатства? Пожалуйста, давайте вы приводили пример, если бы Христос рассказал. Знаете, как говорили в средние века, вот как бы, допустим, Христос идет с учениками по поводу Геницаретского моря. Навстречу ему идут в расшитый золотом, значит, люди, одежда, не несут портреты его матери и кости его соратников. Это не я сказал, это протестантская была такая парадигма в средние века. Но как ответить на этот вопрос? Как бы Христос отреагировал на это? Правда. Когда он увидел бы, что те, кто проповедует его имя, стоят в золотых одеждах, ушитых драгоценными камнями. А как ответил Христос? Что бы он им сказал, когда увидел таких людей? Понимаете, а если бы они увидели, что Христос едет на слоне, усыпанном жемчугом? Нет, отец Дмитрий, Христос бы этого слона отдал бы бедным. Это точно мы знаем из Евангелия. Мы знаем, что из Евангелия, что Христос деньги раздавал бедным. Мы знаем, что он ходил и помогал нуждающимся, а не собирал себе в машину деньги и под процент в банках не закладывал. А тот, кто был его казначеем, тот его и предал в итоге. Это мы точно знаем из Евангелия. Максим, но вы крещеный же человек. Конечно, да. Я православный христианин. Ну, давайте... Я имею право рассуждать, думать о Христе. Это моя обязанность. Все деньги, которые вы храните в банке, отдайте завтра бедным. И я все, что у меня в банке, отдам бедным завтра. Я не говорю про все. Мы говорим про Христа. Нет, а давайте про все. Ну, хорошо, ладно. Половину. Вы половину, и я половину. Я и так отдаю людям бесплатно деньги, просто так бедным помогаю, отец Дмитрий. По половинке. Вы со своей... В какой стати, отец Дмитрий, на мне сидят еще люди. Понимаете, у меня есть дети, у меня есть родственники, у меня есть близкие люди. У вас сколько детей? Я единственный работающий человек в семье, которая содержит... Я сейчас не буду тут обсуждать мою личную жизнь, отец Дмитрий. А это не ваша жизнь? Ну, сколько детей? Нет, это моя личная жизнь. Сколько у меня детей? Хорошо. Я кормлю примерно неработающих 5-6 человек, понимаете, которые мои близкие. Поэтому речь не про меня. Мои доходы не соизмеряются миллиардами. Ну, конечно. Конечно, отец Дмитрий. И как вы думаете, почему эта тема до сих пор, сколько существует церковь, сколько она будет существовать, вызывает такой ажиотаж и такой накал у людей? Знаю. Меньше одной минуты. Это потому, что возбуждают журналисты специально. А в среднем веке кто возбуждал? Это не журналисты, а вот сейчас пишут люди. Вы же придумали такой информационный повод. Мы придумали тему для обсуждения, которая идет 2000 лет. Если бы мы говорили про розовых слонов, то же самое было. Спасибо большое. А почему, отец Дмитрий, в рельефах соборов средневековых первые, кто идет в ад, это богатые епископы? Максим Ильич, у нас на этом сейчас подходит... Итак, вы прослушали всю дискуссию про Таирея Дмитрия Смирнова с журналистом Максимом Шевченко. Давайте подведем итоги этой дискуссии. На тем, зачем священнику золотые часы. Мы уже обсуждали один вопрос и второй вопрос я обещал задать в конце дискуссии. Так вот, второй вопрос. Кто эти люди, которые дают деньги, подарки, дорогие подарки и даже большие деньги на строительство храмов? Кто эти «добрые» самаритяне? Должны ли священнослужители быть уверены, что эти деньги получены не за счет ограбления народа, убийств, воровства, крови? Или они готовы взять любые деньги на благое дело? Как тут не вспомнить события во Франции, когда сгорел собор Нотр-Дам-де-Пари? Как быстро французские миллиардеры накидали миллиард на его восстановление? И каково было возмущение французских жилетов, желтых жилетов? На это деньги они дают, а на жизнь простых людей нет. Это как понимать? Или ситуация в Екатеринбурге с федеральным храмом? Кто дает деньги на храм? Откуда эти деньги? Как они заработаны? Что это за люди? Я понимаю, что задавать вопросы всегда легче, чем отвечать на них. Но давайте попробуем ответить вместе и найти какой-то более-менее правильный ответ. Приглашаю всех к размышлению. Пишите, будем думать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...